Накануне свой профессиональный праздник отметили мастера расчески и ножниц парикмахеры. Современный стилист особенно высокого класса – это скорее человек искусства, нежели ремесленник. Начинающего стилиста и опытного мастера Ненецкого округа поздравила с праздником наша съемочная группа. Катрина Тайборей продолжит. Где, как ни в кресле стилиста, можно отдохнуть, пока умелые руки мастера создают из твоих волос настоящее произведение искусства? Мария Ивылка познакомилась с парикмахерским искусством в социально-гуманитарном колледже. Девушка обучается на необычной специальности – технолог эстетических услуг. Понравился этот предмет, и я решила больше практиковаться и изучать эту дисциплину. В свободное от учебы время девушка экспериментирует с выполнением различных видов окрашиваний на подругах. Предпочитает колористику. Из множества блоков парикмахерского искусства именно этот показался и самым интересным. Я помню, я красила девочку, осветлила ее на короткую стрижку и покрасила в яркий цвет. Было очень классно. Наставником в парикмахерском искусстве для Марии стала Лариса Литовка. Ее стаж работы в бьюти-индустрии 36 лет и 15 лет преподавательской деятельности в Ненинском округе. Постоянно развивается, мода меняется, меняются стрижки, меняются окрашивания, постоянно новые инструменты изобретают. Считается, что первые профессиональные цирюльники появились в Древнем Египте. Они обслуживали фараонов и их жен, красили и стригли волосы, сооружали из них сложные прически. Первые салоны по уходу за собой появились в Редней Греции. В настоящее же время парикмахер – это деятель искусства, тот, кто делает мир прекраснее. Если человек будет любить свою профессию, конечно, он будет делать качественные работы, и тогда у него будет много клиентов и хороший заработок. Сегодня в России насчитывается около 70 тысяч парикмахерских и салонов красоты, и их количество постоянно растет. И с уверенностью можно сказать, что в руках стилистов красота нашего мира.